Друзья мои, надеюсь, вы все живы и здоровы, а посему я вас всех приветствую. Я должна сказать, что вы все должны этот материал посмотреть, вы должны все выразить свое отношение к этому материалу. Нет слов, ставьте плюсик или минус. Это будет именно ваша оценка. Друзья мои, чем больше времени проходит со дня смерти, объявленной смерти президента Туркменистана, а потом его воскрешение, все больше до нас доходит новостей, неких слухов. Итак, что же происходит на сегодняшний день в Туркмении? Сегодня 29 июля. Мои источники предполагают, что в Туркмении нет пока места для захоронения Аркадага, Туркменистана Берды Мухамедова. И это может быть правдой. Места нет, да и страна осталась без хозяйского глаза на сегодняшний день. Какой бы ни был президент, господа, обочести надо отдать. Все прекрасно понимают, что допускать сына президента Сардара к власти смерти подобно, и прежде всего для самого окружения президента. Но эта интрига пока висит в воздухе, и она будет висеть достаточно долго. Те, кто зашел недавно, можете поискать в моей ленте прогноз Лосина Аркадага Сардара. Ну, а что касается места захоронения, то ранее, именно в период с 20 июля, я где-то уже слышала. Доходила до меня информация о том, что наводят порядок на каком-то кладбище. На каком и какой ремонт, не скажу, так как не знаю. То, что знаю, то говорю. Что касается захоронения, то вы же сами понимаете, что рядом с простыми смертными это не камельфо для президента Туркменистана. Кстати, бывший президент Туркменистана Ниязов еще при жизни, оказывается, построил себе такой маленький гробик в виде огромного белоснежного дворца, который видите сейчас. И, кстати, он больше похож на дворец пионеров, чем на гробик, да? Да? Жители Туркменистана, кстати, его называют мавзолеем Ниязова. Не думала, вот скажу честно, друзья, не думала, что меня можно чем-то удивить. Удивили. И вы удивились, друзья. Удивляйтесь. Это еще не все. Кстати, свои мысли и отношения к этому шедевру потустороннего искусства на поверхности Туркменистанской земли матушки за счет бедного населения этой же страны. Пишите, пожалуйста, внизу. Тут вы уже крестик или минус, или плюсик точно не поставите. Уверена. Вот просто уверена, что даже в самом страшном сне мы с вами, население постсоветского пространства, ну, даже не предполагали, наверное, это будет. Я уверена, что есть люди, которые объездили весь мир и это все видели, знают. Ладно. Так что же происходит? Вероятнее всего, что происходит следующее. Вы, пожалуйста, проанализируйте то, что я вам сейчас расскажу. Информация следующая. Но для Туркменистана не нова. Когда умер президент Ниязов, кстати, сообщили о его смерти через 20 дней после его ухода. 20 дней. Представляете, сколько душа томилась? Итак, когда умер президент Ниязов, его вывозили с улицы Алишера-Наваи. Это пересечение Гурбан-Салтан-Эдже. Это некая объездная улица, как мне объяснили. Идет прямо в селение Кыпчак. Кыпчак – это место, где родился первый президент Ниязов. То есть, по-видимому, его все-таки туда каким-то образом возили. Я уже тут, скажу честно, я знаю, что у славян есть такой обычай, что привозят человека к дому, где он родился, немножко постояли, а потом на кладбище. Примерно 10-15 километров – это от Ашхабада, на машине 10 минут езды. Это та информация, которую пытается сам Туркменистан каким-то образом сопоставить или же выстроить какую-то логическую цепочку с тем, что происходит. А селение Берды-Мухамедова в 40 километрах от Ашхабада – это селение около Гёк-ДП. Это тоже по той самой дороге, это тот же путь. Алишера-Наваи, Гурбан-Салтан-Эдже. Именно этот участок дороги с момента известия о кончине Аркадага сейчас ремонтируется. То есть прокладывается новый асфальт. Одним словом, власти наводят в марафет. То есть власти, которые сейчас являются властью. Что касается обстановки в целом в Туркменистане, то в целом обстановка вроде спокойная, но неспокойно внутри самого Туркменистана и внутри семей, внутри людей. То есть весь внутренний мир каждого человека, он негодует, он переживает, а некоторые молятся, что именно всё так и было. Ходят разные слухи. Артисты опускают глаза, дёргаются. Посмотрите, в интернете достаточно видео, но призывают не верить в смерть Аркадага. Я очень благодарна вам, уважаемые артисты, за то, что хотя бы ваше тело не лжёт. Понимаете? Один из туркменистанских артистов, не буду называть его имя, бог ему судья или Аллах, предложил даже применять пытки тем, кто не верит и распускает слух. То есть президент Туркменистана жив. Уважаемые артисты и не только артисты Туркменистана, уважаемые артисты всех республик постсоветского пространства. Я хочу, чтобы вы все послушали и обратили внимание на это. А вот артисты Туркменистана, а как вы будете жить через пару месяцев? Как вы будете смотреть в глаза своему народу? Ведь вы со сцены поёте о любви, о вере, о вашей любви к народу, о справедливости наверняка, правда? Вы поёте такие красивые песни, у вас такая красивая музыка. Я слушаю, мне сейчас присылают ссылки. Я купаюсь в этой музыке и в этих песнях. А ведь именно они, народ, вас любят и слушают. И идут на ваши концерты. Как вы могли предать тех, кто вас любит? Ведь вы могли отказаться. Как? Как вы будете жить дальше? Время покажет. А на сегодняшний день люди стараются купить продукты, в одни руки дают по десятку яиц и одному килограмму сахара. Я уже ранее говорила, что сеть магазинов «Золотой ключик». Я уже не буду говорить на туркменском, чтобы не ошибиться. Нет, у меня шпаргалки перед глазами закрыты. А вообще, эй, народ постсоветского пространства, вспомнили золотой век? Мы стояли в очереди за яйцами, за колбасой. Сейчас мы не стоим в очереди ни за яйцами, ни за колбасой. Но простите, эту колбасу нельзя есть. Увы, она несведомна. На этом все. Туркменистан, держись. У вас все будет хорошо. А мы помолимся за людей, которые не знают и не понимают, что делать. Помолимся за победу добра над злом. Помолимся, чтобы Всевышний не оставил и не обидел страждущих и обиженных. Держитесь. Держитесь все. И неважно, где, в каком уголке земли мы живем, и в какой цвет кожи имеем, и на каком языке разговариваем. Мы хотим жить счастливо и свободно. Мы хотим, чтобы наши дети имели будущее. Чтобы они не боялись. Чтобы они не смотрели по телевизору разврат. Чтобы они не видели этой крови. И утром включаешь телевизор и по всем каналам боевики. Снимаются фильмы за огромные бюджеты, за огромные деньги, которых никто потом не помнит. Но помнят только одно. Что там убивали, что там грабили, что это кровь. И это такой некий призыв. Это некая... Это Голгофа. Это Голгофа 21 века. А президенты, коррупционеры и воры из власти должны помнить, что конец приходит. Он приходит, как правило, неожиданно. Кстати, у каждого человека есть матрица, анализ матрицы. Я-то знаю, я-то вижу. Все прописано наперед. И что такое нищета, боль и слезы. И вы, президенты, коррупционеры, воры из власти, познаете. И не только вы, но и ваши наследники. Ваш род. Вы таким образом закрываете рост своего рода. Друзья мои, вспомните, посмотрите вокруг. Ведь очень мало рождается в роду мужчин. Или же их вообще нет. Или же это женщины. Это говорит о том, что род пресекается. Закрыта линия рода. Посмотрите на наследников Брежнева. Такая же уча ждет потомкам Ельцина, поверьте мне. На этом все. Господи, так же болит невыносимо мой внутренний мир и внутренний мир каждого человека в Таджикистане. А такого ужаса на земле, я скажу честно, увидев вот это, вы сейчас смотрите. Так неужели такое может быть на земле? Как? Вот на этом теперь все. Пожалуйста, берегите себя. Берегите тех, кто рядом. Ведь никто не знает, что находится и что творится там в душе человека, который, возможно, вас каким-то образом обидит. Будьте, пожалуйста, здоровы. Удачи!